Привет, мои хорошие! С вами Светлана Атам. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему, как я попала в Турцию, как я вышла замуж, как я познакомилась с мужем, и как все это произошло. Наверное, многих из вас это интересует, и, наверное, пришло то время, когда можно будет с вами поделиться этой информацией. Друзья мои, я попала в Турцию 3 года назад. Случайно все произошло. Даже сама никогда не подумала, что моя жизнь продолжится за границей. То есть я, как обычный человек, напомню, что я мама двоих детей, мне 47 лет, у меня сын 25 лет, дочери 27 лет будет сейчас, в сентябре. Моя дочь замужем, у нее трое детей, две девочки и мальчик. Старше 5 лет, а самая младшая 2 годика была. Она замужем в Грузии. Сын у меня, она закончила финансовое у нее образование. Сын у меня закончил высшую морскую академию. Одним словом, будущий капитан, он год назад, полгода назад отслужил и в армии. Я была в разводе около 10 лет. Занималась образованием детей. Все вкладывала в них, как говорится. Работала медсестрой в частной клинике. Стаж у меня 26 лет. И также жила я вместе с мамой. Мама у меня пенсионерка. Родители у меня украинцы. Они когда-то приехали в Грузию, остались там жить, и там я родилась. Сама я украинка. Ну так вот, друзья мои, вроде бы я рассказала вам коротко о себе, а теперь самое интересное, как я попала в Турцию. Моя дочь вышла замуж, и свекровью около 20 лет, даже уже больше, живет в Турции. Имеет свою квартиру, имеет свой ресторан. В общем, обосновалась здесь, в другом городе, небольшом, под Стамбулом. И моя дочь с семьей, с зятем приезжали к ней два раза в год. Так как она, имея ресторан, имеет такую возможность приехать часто к внукам. Так скучает, поэтому она их на лето пригласила к себе. Я тем временем была в Турции, как-то путешествовала так с подругой пару раз. Вот в Стамбуле в основном, дальше не было, но последние года такое у меня было. Мне нужно было поднимать сына на ноги, он переходил на последний курс в Морской Академии. И немножко кризис у нас в стране был, в Грузии. Также в моей клинике у меня зарплаты ушли, а я на тот момент машину еще приобежала. Ну, как всегда, кредиты, 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 в конце края нету. И тут приходило время, наступала учеба, платить надо было чем-то. И было очень сложное финансовое положение. И моя дочь как раз была в Турции после крови. И пожалела меня и говорит, мама, приезжай, посмотри так, как в ресторане. Вот заработаешь ты месяц, допустим, возьми отпуск там и заработаешь чуть-чуть денежку для учебы моего сына. Я очень долго думала, но это был и мой последний вариант. Мне нужно было приехать. Так я и сделала. Я, значит, взяла отпуск и приехала сюда в Турцию. Первый раз так было сложно ехать дороги. Турецкий я когда-то, когда-то 10 лет назад учила. Но потом со временем все это забывается, естественно. И тут пришлось мне вспоминать. Еще я, в общем, доехала я как-то. Все для меня было новым. Это все, ну, работало. Я, короче, благодаря дочери она меня поддерживала морально. В общем, заработала я это денежку в этом кафе. И в этом кафе приходил мой муж. Там была у нас кухня и турецкая, и грузинская. И вот он приходил туда частенько. И когда я его увидела, он как-то отличался среди всех клиентов. Я была на кассе сидела. И там иногда помогала на кухне. В общем, такими занималась делами. Это было как семейное кафе. Там все родственники были. Наши вот со стороны моей дочери мужа. Все родственники работали, как семья была. Вообще не чувствовалось, что я находилась в Турции. Проработала я там месяц всего. Но до этого я попала. И вот как-то вот, когда он зашел, мне первый раз понравился. Но у меня в мыслях не было даже смотреть на мужчин. Потому что у меня была своя цель. Мне нужно было сына поднимать на ноги. Оставался год. И мне было трудно. И я вот взяла в отпуск. За это время вот решила заработать денежку. В общем, короче говоря, он мне понравился. И так получилось, что дочка моя там была. Поддерживала меня. Ну, в общем, поработала. Заработала. Мне нужно было уехать. А как мне... В принципе, мы когда с ним так взглядами перекинулись. Ну, я так серьезно даже ничего не думала, что у нас может получиться. Ну, понравился человек. Понравился. Среди других клиентов он был более-менее такой эффектный. И, в общем, как-то так-то обменялись фейсбуками своими. И один раз он мне только показал. И я ему показала, какая я была там. И все. Потом так получилось, что он перестал ходить. А мне нужно было уезжать. И, в общем, мы потеряли друг друга. Потом контакты его. И он перестал приходить. И наше кафе перешло в другое место. И, естественно, потерялись. И вдруг через какое-то время... А я приехала на родину. Еще продлила отпуск. И вернулась еще в Турцию. Потому что нужно было еще заработать денежку. И вот так вот я, мои хорошие, поменяли ему место работы. Место адреса. Его не видела. Но как-то, как-то так получилось, что вдруг... И он заходит в это кафе. Именно идет ко мне цветами. И я вообще ошеломлена была. Потому что мы мало общались. И так. И потом уже поближе познакомились. В интернете переписывались. Но он был очень серьезный человек. И он сразу сказал, что я не хочу играться. Я хочу серьезные отношения как-то встретить. И вот мы когда встретились с ним. И встретились мы с ним. И поехали на природу. И вот очень он мне понравился своим отношением. Своей серьезностью. В общем, вот так вот получилось. У нас продолжали мы общаться. И он в итоге сказал, что я хочу жениться на тебе. Ну, когда он сказал, что я хочу жениться на тебе. Я как-то так была ошеломлена. Потому что мы были знакомы не так много. А мы не молодые, чтобы так принимать решения. Я удивилась. Он нормально вообще. У него все в порядке. Но он часто стал приходить к нам. Постоянно мне что-то делал. Какие-то сувениры. Подарочки. То фрукты. То конфетки. То еще что-то. То духи. То цветы. И цветы не только мне, а для всего персонала. Мне, допустим, большой. А остальным по маленькой розочке. Они были вообще отшелены. Какой мужчина? Какой мужчина? А я не понимала, что за мужчина такой. Вот. Бывают такие мужчины. И думала, что-то тут не должно быть. Все идеально в таком мужчине. Потому что уже как-то не ребенок я, чтобы верить в сказки. Но я смотрела по фактам, что он действительно человек такой, которому не надо ничего говорить. Он сам понимает, что он за женщине. И вот мы еще так продолжали общение. Все. А дома я не могла говорить, что сыну и маме, что у меня такие отношения. Ну, не могла я говорить. Сын взрослый уже. Как-то боялась. Боялась ошибиться. Боялась еще что-то сделать не то. Поэтому скрывала об этих отношениях. Мне нужно было ехать летом. Он поставил на том, чтобы я поехала летом. И все подготовила документы для бракосочетаний. Я обалдела даже, честно говоря. Думала, как он торопится вообще. Мы были с ним знакомы, допустим, три или четыре месяца. Три или четыре месяца были знакомы. И он так старался. А я еще, знаете, как у меня так получилось, что у нас там работа была плохая. И я продолевала свой отпуск без содержания взяла. Мне разрешила клиника. Ну, я думала, уже летом все, возвращаюсь. И все, уже больше в Турцию не вернусь. Начну, продолжу там, как говорится, работать. Но он, когда узнал, что у меня такие планы, он сказал, нет, ты поедешь, поезжай, подготовь все документы. И мы с тобой поженимся. Настолько серьезно. Знаете, что он делал мне такие подарки. Не только, допустим, мелочи и крупные подарки. Я всю жизнь проработала. Я была сама, была самодостаточная женщина. И никогда под мужчин не требовала, чтобы мне что-то купили. Уже привыкла все самой покупать. И вдруг вот как-то мне вот... Какой-то был другой человек, понимаете. И, конечно, я влюбилась в него. Но не понимала, вот это действительно есть такие мужчины. Или я во сне нахожусь. Но неважно. Короче, он мне купил билет. И знаете, что мне понравилось? Что он совсем не жадный был. Он знал, что как надо делать. Вот мы, допустим, он пошел, мне купил билет на самолет туда и обратно. Билет один стоил около 800 лир. И он даже, когда ему сказали цену, я бы, например, такой билет. Я бы на автобусе поехала, чтобы сохранить свои денежки. А вот он говорит, нет, чтобы ты не устала, билет купил. И когда ему сказали в одну сторону 800 лир. Я чуть-чуть со стула там не упала в этом офисе. А он не моргнул даже. И вот мне нравилось его отношение. Тогда у меня была дочка еще в положении. Вот-вот я должна была ехать как раз на рожать третьего ребеночка моего, третью мою внучечку. И я, короче говоря, он сам купил подарки всем моим внукам. Он говорит, можно, говорит, я куплю подарки для твоей мамы, для твоей дочки, для твоего сына и для внуков. Я была в шоке. Представляете? И вот мы, помню, ездили в другой город. Там не нашли обувь. Моя дочка говорила, что лучше обувь. И он приехали мы. Он искал обувь, присылал мне фотографии. Какая лучше, представляете? И, в общем, вот такой вот он. Своими поступками он мне притягивал к себе. В общем, поехала я в Грузию, сделала документы. И ей нужно было маме как-то сказать, что мамочка, мне надо вернуться. Представляете? Это, конечно, было в самый последний момент. Уже мне билеты добыли. В общем, поговорила я с мамой. Она проплакала всю ночь. Мы проплакали друг с другом. И я вернулась в Турцию. А мой муж в этом городе был в командировке. Два или три года работал. И нужно было ему возвращаться в Мерсин. Я рискнула. Хотя он мне сказал, что у него была там квартира, что он разведенный там. И, в общем, я так поговорю в другом видео сейчас. И так очень многое наговорила. Потому что, в общем, мы приехали в Мерсин. Поженились. Но перед тем, как этот, я сказала, я должна познакомиться со своими родителями. Ну, естественно, родители, как вы думаете, отнеслись ко мне. Хотя он был в разводе тоже в семь лет. У него двое детей. Но жена с детьми. Он вообще не общается. Около уже пяти лет. Жена так и поставила. Понимаете, говоря, и родители тоже не поняли, не поверили мне. И даже было такое, что сказал отец, что она за гражданство. А он сказал, я никого спрашивать не буду. Я принял решение и все. Они как-то пытались отговаривать. Хотели его женить на Турчанке. Но он сказал, не надо мне никого схватать. Я принял решение. У меня есть женщина. Она сейчас приедет. Мы поженимся. Все. Родители. Мама очень добрая. Как мой муж вообще характер. И она сразу приняла его решение сына. Отец немножко даже не пришел на свадьбу к нам. Представляете. Мы приехали. Неделю собирали документы в 10 дней. И ему нужно было уехать. Потому что у него заканчивался отпуск там. И как раз мы все успели. Понимаете. И мы пришли. Как-то сдали кровь. Отнесли документы. Говорят, завтра роспись. Бабах и платье тут надо покупать. И все это. Все. Мы никому ничего не приглашали. Мы бы только расписали. Взяли близких. Кого я думаю. Даже не знала никого здесь в Турции. Понимаете. Взяли близких родственников. И все. Но самое главное у нас. Я была. Почувствовала себя настоящей невестой. Я пошла в салон. Я вам покажу сейчас фотографии свадебные. Вы видите. Какая там пумпушечка. Хрюшечка. Но такая была сейчас. Понимаете. Он мне купил платье. Отдал столько денег за один день. Платье было очень красиво. Вот оно у меня висит. Один раз я только его одевала. Туфли. Все. Мы это все спонтанно. Я нашла здесь русский салон. Сделала маникюр. Моя заловка договорилась с волосами. Я даже не знала. Что здесь. Что можно придумать. С моими короткими. На тот момент. Волосами. Прическу. Сделали мне хорошо. Мне кажется. Что я была красивая. Но на тот момент. Сейчас я смотрю на себя. Думаю. Ох. Какая ты хрюшечка. Но. Это было все так спонтанно. Вы знаете что. Я в этот момент сказала сыну. Сын мой не знал. На каждую свадьбу. Я ему звоню. Говорю. Ты примешь или нет. Но я так и так. Он в шоке был. Плакал. Но потом говорит. Мама. Я только не хочу видеть твоих слез. Я хочу видеть тебя счастливой. И все. Я говорю. Мне кажется. Мое сердце подсказывает. Что это тот человек. И он мне пожелал вам удачи. И все. В общем. Друзья мои. Действительно. Прошло уже третий год. Как мы вместе. Друзья мои. Так вот. Я хочу сказать. Что. На этом. Достаточно. Наверное. Я ответила на многие ваши вопросы. Потом. Я расскажу. Очень. Сейчас смотрите. Мои фотографии. Смотрите. Любительское видео. Соседка засняла. И просто. Я хочу показать его. И не только показать. Я хочу сохранить его. Чтобы потом. Когда я буду старенькая. Посмотрю на себя. Невесту. Которая. Невеста. В 45 лет. Никогда не думала. Что я когда-нибудь. На Эльдену Фату. И на это тоже. Настоял мой муж. Так вот. Мои хорошие. Смотрите. Пожалуйста. Я рада. Что вы были со мной до конца. Надеюсь. Очень понравилось. А может не понравилось. Ставьте тогда лайки. С вами была Светлана Ата. Смотрите видео. До скорых встреч. Друзья мои. И в заключение. Хочу добавить. Не судите строго. Все мы ради детей. Идем на какие-то поступки. Меняем свое. Как говорится. И место работы. И место жительства. Для того. Чтобы создать все для детей. И их будущую жизнь. И я тоже была. Мне очень было трудно. Поменять свой менталитет. Приехать сюда. С медсестры. Работать вообще. В другой сфере деятельности. Но все это мы делаем ради детей. И в итоге. Бог нам. Как говорится. Вознаграждает нас. И делает нас счастливыми. Я не жалею ни один день. Что я сделаю этот поступок. Потому что. Я постаралась. Детей поставить на ноги. И. И. Бог. Дал мне счастье. Женское счастье. И. Запомните. Что. В 45. Баба. Ягодка. Опять. Не надо себя хоронить. Имейте всегда. Надежду. И. Будьте уверены. Что. Если вы одиноки. Вы. Обязательно. Найдете свое счастье. Мои хорошие. Потому что. Надо верить в себя. Быть уверены. Прежде всего. И. Счастье. Сама. Найдет вас. Я никогда. Не думала. У меня не было цели. Выйти замуж. Я приехала. На заработки. Для того. Чтобы. Поднять на ноги. Своего сына. Дать ему. Образование. До конца. И. Вот так. Получилось. Господь. Меня. Вознаградил за это. Так что. Может быть. Если кому-то. Не понравится. Моя история. Но это было. Чисто. Чисто. Сердечное признание. Я говорила всю правду. Как все произошло. И. Мои хорошие. Если не понравилось. Ставьте дизлайки. А кому понравилось. Ставьте лайки. И. До скорых встреч. До скорых встреч. ПОЁТ' Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok